МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Город решает, удастся ли амичам заставить город зацвести махровым цветом. Кто виноват в том, что амичам приходится переплачивать за вывоз мусора? Если верить ресурсникам, то сами амичи, которые поленились вовремя проверить актуальность информации о собственниках квартир и проживающих. Еще до начала реформы горожанам предлагалось обновить сведения, причем сделать это якобы можно было по телефону или через интернет на сайте энергосбытовой компании. Кто не успел, тот теперь штурмует офисы Омской энергосбыта и платит за мусор втридорого. Впрочем, на деле все немного иначе. Например, простаивать в многочасовых очередях амичи вынуждены из-за того, что разрекламированная горячая линия на поверку оказалась холодной, трубку просто никто не берет. Отправленные по интернету документы сотрудники, похоже, просто игнорируют. Кому и за что все-таки должны амичи и что в свою очередь должны амичам, выяснял наш корреспондент. Получая квитанции на оплату услуг ЖКХ, амичи вновь и вновь испытывают стойкое ощущение дежавю. Вопрос, как и сколько платить за вывоз мусора, снова стал актуален, но заиграл новыми красками. Величина тарифа известна – 133 рубля с человека. И проблем с вычислениями возникнуть было не должно. Но в момент, когда горожане получили первые обновленные платежки, вскрылся целый ворох проблем. Некоторые горожане, например, вынуждены оплатить ресурсникам за обслуживание призрачных площадок. Контейнеров там нет, а счета завыва с мусора есть, что несколько идет вразрез со словами губернатора Александра Пуркова. Несколько месяцев назад он заявлял, что жильцы, которым услуга не оказывается, и платить за нее не должны. Но люди почему-то платят. Нету ни контейнеров, ничего в Старом Кировске. Если вы туда вот съездите, то увидите, что свалка, она свалка по Пятой Кировской, по Перова. Все у нас в этих кучах. Мусорная у нас – это компания «Магнит». Она сказала, что должны были выставить администрация эти контейнеры. Это не они должны были устанавливать, они у нас только деньги собирают. А устанавливают эти контейнеры, эти площадки, наша администрация. Однако главным образом идти на штурм офисов Омск Энергосбыта Амичей заставляет другая проблема. Несоответствие количества прописанных в квартире жильцов к количеству реально там проживающих людей. И здесь, как уверяют коммунальщики, зачастую виноваты сами абоненты. Дело в том, что строка «вывоз мусора» после старта реформы переехала в квитанцию за электроэнергию. Амичи, которые платят за свет по счетчику, долго не обращали внимания на эту деталь. Но когда плату за вывоз ТКО стали начислять, исходя из количества зарегистрированных, началась финансовая чехарда. Пожилые пары с удивлением обнаружили, что платят еще и за детей, которые давно сменили место прописки, а живущие в одиночку. Амичи вдруг обзаводились призрачными соседями, которые, следуя логике ресурсников, производят реальный мусор. Впрочем, обвинить компанию в желании заработать на мертвых душах нельзя. И обратные истории происходят не реже. «По количеству проживающих и прописанных у вас совпадает?» «Нет, не совпадает. Они написали один, а у нас трое. Я недоплаты тоже не хочу. У нас прописанных трое, а они поставили один». «Старые данные или вообще не хватит?» «Старые данные, да». Пытаясь свести концы с концами, а ожидания ресурсников с реальностью, люди вынуждены простаивать в очередях. В Омской энергосбытовой компании уверяют, что многочасового ожидания можно легко избежать. Нужно либо сразу перед походом в офис вооружиться необходимыми документами, это копия лицового счета, о чем абоненты часто забывают, либо вообще никуда не ходить и передать обновленные сведения о количестве прописанных жильцов дистанционно. «Надо обратиться в управляющую компанию, если в общем случае мы говорим о количестве зарегистрированных граждан, взять копию лицового счета, которая содержит актуализированное количество проживающих, и дальше передать это нам. Можно сделать как это очно, но лучше это сделать заочно. То есть на сайте компании можно это все передать дистанционно через фото или скан-копию в разделе обращения граждан, ну а в идеале через личный кабинет». Но вот в чем загвоздка. Горожане, обратившиеся в редакцию РБК Омск, уверяют, что при звонке на номера горячей линии, указанной в квитанциях и на сайте Омской энергосбытовой компании, откликается, в лучшем случае, автоответчик. А информация, которую абоненты несколько недель назад передавали посредством электронной почты или через личный кабинет, до сих пор не учтена. Из-за чего произошла такая задержка и стоит ли переплатившим за невидимок амичам надеяться на возвращение части потраченных зря денег? Эти вопросы пока так и остаются открытыми. Однако в Омской энергосбытовой компании пообещали ответить на них позднее. А вот кто виноват в том, что регионы медленно развиваются, в федеральном центре определили. Губернаторы и министры проваливают реализацию национальных проектов президента. Счетная палата России раскритиковала освоение бюджетных миллиардов, выделенных на реализацию майских указов. Уникальная ситуация. Деньги есть, однако расходуются они медленно и крайне неэффективно. И виноваты в этом чиновники на местах. Кто именно из регионов тянет на дно социально-экономические показатели России, пока не называется. Озвучены общие цифры. За три месяца потрачено всего 13% от всей суммы, выделенной из федерального центра. Чуть больше 200 миллиардов рублей на всю Россию. При этом работать над некоторыми программами даже не начинали. Персональную ответственность за реализацию нацпроектов несут их непосредственные руководители, федеральные министры. Впрочем, не только они, а персональной ответственности только на региональном уровне. В свое время омским министрам напомнил и губернатор Александр Бурков, пообещав контролировать каждую копейку выделенных из федерального центра миллиардов. Кстати, в Омской области в рамках нацпроектов в общей сложности обещано почти 130 миллиардов рублей. В нынешнем году регион должен получить более 10 миллиардов. В областном правительстве уже отчитывались о разработанных 46 региональных программах, которые помогут привлечь в регион деньги в рамках 10 национальных проектов. Слишком богатое воображение. Чиновники из администрации Кировского округа уверяют, многочисленные жалобы жителей Левобережья на проблемы со здоровьем, это выдумки и к завалам бесхозной стекловаты никакого отношения не имеют. Напомню, в редакцию РБК Омск обратились жители улиц Сейфулина и Холодной. Они уверены, что стали жертвами опасного соседства. На участке возле домов кто-то, нарушая все СНИПы и нормативы, бросил под открытым небом несколько десятков пластов опасного стройматериала. Местные жители уверяют, вскоре после этого у многих начались проблемы со здоровьем. Зуд, раздражение кожи, боль в глазах, затрудненное дыхание. У всех одинаковые симптомы. Впрочем, в окружной администрации уверяют, это другой вид строительного материала, и никакой опасности для здоровья он не представляет. Кому выгодно катать вату, разбиралась Мария Васькова. Ты убери камеру, пожалуйста. Ты же русский. Убери, пожалуйста. Ты не имеешь меня права и снимать. Ну а вы расскажите, на каком основании... Вы уберете, я потом вам расскажу. О том, что происходит на этом земельном участке, съемочной группе РБК Омск так и не рассказали. Вы не имеете права здесь снимать, повторяет наш собеседник. Назвать свое имя он отказался. На территории с табличкой проход запрещен только два человека. Увидев камеру, они начинают активно работать. Сворачивают крупные куски ткани, чтобы накрыть на скорую руку сваленный строительный материал. Валентина Зеленина, жительница дома напротив, признается, такую активность видит впервые. Несколько десятков полостов, вероятность стекловатой. По ее словам, кто-то бросил здесь еще несколько месяцев назад. И она не обратила бы на это внимание, если бы члены ее семьи не начали жаловаться на проблемы со здоровьем. Зуд и раздражение кожи, боль в глазах, затрудненное дыхание. У всех одинаковые симптомы. Вот сейчас ветра нет, а когда немножко даже оттуда ветер, дышать тяжело от того, что не видишь это всего, но тяжело дышать, просто тяжело. И с внучкой мы вот когда гуляем, она у нас не аллергичный ребенок, и такого не было, вот ей сейчас будет 4 годика, не было такого. Чуть-чуть мы с ней погуляем, она начинает чихать, начинают глазенки вот здесь красненькие у нее. И все, и мы уходим домой. Поначалу я не понимала, что происходит. Оказалось, точно такие же проблемы и у соседей. Мадина Жмухаметова рассказывает, уже боится гулять с маленькой дочкой на улице. У малышки началась аллергия. После прогулок на улице приходит домой, жалуется на неприятное. Вот здесь вот она, в общем, открытые места особенно начинают колоть. Мама колет, мама колет. Ну и я тоже думала, может, укусила насекомое, может быть, что-то. А пообщавшись с соседями и обсуждая эту тему, мы поняли, что причина, скорее всего, в том, что напротив нас находится склад, не склад. Ситуация обостряется, когда поднимается ветер, рассказывает Валентина Зеленина. Недавно из урагана им пришлось в буквальном смысле отмывать свой дом от налетевших строительных материалов. В таких клочках был весь гараж. Я не видела, как он сюда летел. Но соседи видели, что эти матрасы перемещались по территории и даже пытались вылететь, но задеваясь за эту сетку, не перелетели на эту сторону. А клочки я увидела уже после урагана. Такое близкое соседство со стекловатой действительно может быть опасным для здоровья людей. В отеплителе есть ядовитые вещества – фенольные смолы. Они способны выделять формальдегид, который относится к группе наиболее вредных веществ. К тому же из-за повышенной ломкости мелкие волокна стекловатой легко проникают в кожу и с трудом удаляются. Что делать и куда обращаться, жители не знают. В Роспотребнадзоре, куда они направили жалобу, посоветовали позвать журналистов. Заявление в ведомстве, конечно, обещали рассмотреть, но только после того, как выяснят, кому принадлежит спорный земельный участок. Амичи вспоминает, что раньше здесь была вывеска – открытое акционерное общество «Благодать», но недавно ее убрали. Судя по открытой информации из интернета, организация действительно больше не существует. Однако, по данным из кадастровой карты Омск области, спорный участок по-прежнему числится за директором «Благодати» неким Владимиром Галяндином. Как оказалось, он связан с еще одной компанией – «Трансэкология». Однако номера телефонов организации, указанные на сайте «Егрюл», принадлежат совсем другим людям. Галяндина Владимира Владимировича мы можем услышать? Нет, он никогда по этому номеру не был. У меня уже больше 10 лет этот номер. Собственника участка ищут и в администрации Кировского округа. Впрочем, там уверены – масштаб катастрофы жильцами несколько преувеличен. По версии чиновников, возле улицы Сифулина разбросаны пласты не стекловаты, а минеральной ваты. Изготовлена она по ГОСТу и опасности для здоровья не представляет. Впрочем, правила хранения материала не отрицают в окружной администрации, которые действительно нарушены. И с этим обещали разобраться. Мы сейчас сделали запрос на выявление собственника этого земельного участка. В дальнейшем мы с ним обязательно повстречаемся. И будут какие-то приняты меры. Либо по заграждению этого земельного участка, не сетка рабица, а более сплошным материалом, для того, чтобы не раздувало все это дело. И по укрытию этого материала, может быть, по передислокации. Впрочем, стекловаты – это и есть разновидность минеральной ваты, как каменная, базальтовая и шлаковата. И все они имеют схожий состав. Это можно прочитать в любой строительной энциклопедии. Между тем, заброшенный склад не такой уж и заброшенный. Как выяснилось, здесь идет пусть и неофициальная, но вполне бойкая торговля. Продают ту самую стекловату. Правда, покупатели, как и продавцы, свои намерения стараются не афишировать. Впрочем, после короткого разговора, сомнений, что именно здесь продают, уже не остается. Я вышел в такси, встречаюсь, сейчас подъедет. За стекловатой. Стекловатой купили здесь. Какой именно материал бросили на участке, поставят точки на ДРБК Омск, пообещали эксперты. Мы направили также обращение прокуратуры, департамент архитектуры и градостроительства мэрии. Подробности этой ватной истории расскажем в следующих выпусках новостей. В городке Нефтяников благоустроят еще один сквер. Территорию бульвара Петухова за кристаллом решено обновить уже в этом году. Вместо зарослей бурьяна и разрушающейся плитки там появится зона отдыха, детская площадка и спортивные тренажеры. Липовая аллея отремонтирует также площадку для скейтбордистов. По мнению представителей проекта «Город решает» активных инициаторов благоустройства территории, сквер может стать образцом того, как должны сотрудничать власть, горожане, депутаты и инвесторы, чтобы общественные пространства развивались. В то же время участники проекта «Город решает» предлагают и другие идеи по обновлению неблагоустроенных площадок Омска. Есть как минимум три разработанных проекта реконструкции территории, которые могут измениться к лучшему, если власти и инвесторы поддержат мнение активистов. Это сквер ОМГУ, САК ЮНАТОВ и двор школы 104 на Старой Московке. Подробнее тему обсудим с руководителем проекта «Город решает» Сергеем Костыревым. Сергей Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте, Дарья. На какой стадии реализации сейчас находится проект «Город решает»? Какие городские пространства будут преображены и кто этим займется? Проект уже довольно давно идет, уже полгода прошло, как мы получили грант президента Российской Федерации. И этот проект, он включает в себя несколько этапов, которые сейчас уже, если посчитать, уже четвертый получается. Первый этап, это был этап, когда мы анализировали пространство и выбирали группы, которым мы будем помогать. На втором этапе мы проводили обучение этих групп, для того, чтобы они научились работать с тем, с кем они сталкиваются на этой территории. Ну или сталкиваются, или могут столкнуться, или сотрудничать, для того, чтобы они могли научиться договариваться. И некоторые основные знания получили по благоустройству в том числе. На третьем этапе мы разрабатывали с привлечением профессиональных архитекторов концепцию архитектурного пространства. Вот эту архитектурную концепцию пространства. И плюс еще разрабатывали программу социально-культурного проектирования. То есть наполняли это пространство активностями жителей, активностями людей, которые пользуются территорией. Сейчас вот самый такой визуально, что называется, приятный уличный вариант, когда мы реализуем фестиваль сообществ. То есть у нас уже прошло несколько мероприятий, в ближайшие выходные снова будут мероприятия, которые на этих территориях используют пространство и тестируют те варианты, которые предложили архитекторы. У нас три пространства выделены для того, чтобы работать с ними в полном объеме. Это пространство между первым и вторым корпусом университета, оно называется сквером ГУ. Потом, если сюда поближе к центру, это экологический центр, называется сад ЮНАТОВ, оазис в городе. Такое общегородское пространство получается. И на Старой Московке это двор школы 104, классный школный двор, мир идей и развлечений. То есть уже название у них есть, соответствующее видение, концепция. И сейчас программа реализуется для того, чтобы попробовать и на основе вот этого испытания пространства и наполнения его жизнью, потом уже предложить некую программу действий, так называемую дорожную карту, для того, чтобы это реализовывать. Понятно, что иногда ошибка такая бывает, что от нас ждут, что мы благоустроим прямо пространство. На самом деле проект направлен на развитие гражданского общества, то есть мы помогаем людям организовать деятельность и привлечь в том числе инвесторов, в том числе организаций, которые отвечают за эту территорию, для того, чтобы она развивалась. Часть уже выполняется, в частности по экологическому центру, там уже дорожка строится, потому что нашли соответствующего инвестора и тоже президентский грант получают. И таким образом мы рассчитываем, что имея материалы, хозяева или пользователи этой территории могут уже идти в соответствующие органы, будь то государственные, муниципальные, либо частные, для того, чтобы это пространство развивалось, благоустраивалось. Ну а кто участвует в проекте? И много ли амичей готовы вообще помогать городу, придумывать какие-то креативные идеи? Сколько может быть? Много. То есть даже в нашем проекте мы их, не то что считаем, но мы их учитываем каким-то образом, потому что это, конечно, фактор очень важной, массовость. У нас сотни людей участвуют в мероприятиях. В мероприятии, которые тоже мы относим к фестивалю сообществ на Старой Московке, Масленица прошла впервые, может быть, даже за многие-многие годы, там около 300 человек пришли на пространство школьного двора и вот проводили время, всем понравилось, хоть и холодно было. То есть это сотни людей, и для того, чтобы работать с объектами, для того, чтобы разрабатывать, к нам приходят на мастер-классы, на проектные сессии, десятки людей. То есть это, в общем, очень высокая вовлеченность, даже больше, чем мы ожидали. — Недавно экономист Сергей Евсеенко в интервью высказал свою позицию о молодежи в Омске. В частности, он сказал, цитирую, «амбициозному молодняку здесь делать нечего и здоровому тоже остаются лишь маргиналы, которых интересует только почем алкоголь и другие препараты, меняющие реальность на сюрреализм». Вот вы как относитесь к такому выражению? Согласны ли вы с этим утверждением? Или у нас молодежь все-таки другая, на ваш взгляд? — Ну, это, конечно, эмоциональное выражение, может быть, слишком гротесное. Конечно, проблемы в Омске есть, тут что скрывать, действительно, отъезд очень большой, молодых, активных. Но я бы не сказал, что остаются только маргиналы. Здесь, мне кажется, остаются разные люди, в том числе и те, которые вот в условиях сложных, в условиях, когда это действительно хуже, что называется, или сложнее, или труднее проявить себя, в условиях жесткой конкуренции с другими интересами, они пытаются реализовать свою активность. И получается такая парадоксальная вещь. В Омске можно сделать, ну, что-то такое, что будет заметно. И если то же самое сделать в каком-нибудь там Москве, то вас никто не заметит, потому что там такого много. То есть здесь есть такая, как бы, игра, можно сказать, что человеку нужно. Ему нужен комфорт здесь и сейчас, или он готов творить, создавать что-нибудь. Хотя, конечно, черта уже такая, которая будет вынуждать и этих людей тоже уезжать, приближается, приближается. И хочется, чтобы в Омске что-то поменялось именно в сфере благоустройства среды как таковой. То есть не только там дорожки и лавочки, но и какое-то отношение человека к окружающей среде поменялось. И тогда молодежь, прежде всего молодежь, она увидит ответную реакцию на свою деятельность и будет оставаться больше, чем сейчас. А что, на ваш взгляд, сегодня не хватает Омску в рамках благоустройства города? Что нужно сделать, чтобы город развивался быстрее? Знаете, я, может быть, странную вещь скажу. Хотя сейчас, в этот период, когда мы наблюдаем за Кенгенбургом, наверное, это уже более очевидно. Нужно, чтобы реакция на предложение была положительная. То есть если человек что-то предлагает сделать, если группа людей предлагает что-то сделать, надо как минимум с ними поговорить и лучший вариант реализовать эту идею. Если же получается так, как иногда получается в Омске, когда инициативные группы, коллективы, я сейчас не только про себя говорю, про многие варианты, предлагают хорошее решение, а те, кто должен реализовать это решение, берет его в сторону, отставляет и предлагает свой худший вариант, то, конечно, возникает такая, ну не то, что это же апатия, а какое-то такое удивление. Потому что человек видит, ну надо же, почему-то от меня отказываются, значит, я не нужен. И вот в этом состоянии ненужности, он, конечно, не чувствует себя востребованным и ищет место другое. Недавно в Минструе России предложили оценивать эффективность работы регионов по индексу качества городской среды. Но вместе с тем от этого показателя будет зависеть и финансирование. Вот ваше мнение, как изменится, собственно, Омск, наше городское пространство, если все-таки такие новшества применят? Ох, рискованный метод. Он такой получается, знаете, получается, что если ты плохо работаешь, то мы тебе ничего не дадим, и в результате ты еще будешь хуже работать, да, то есть благоустраивать. Это, мне кажется, способ заставить вот как раз органы власти реализовать какие-то программы, направленные на создание комфорта. То есть не на реализацию каких-то формальных показателей, а на создание комфортных условий, единственным показателем которых, вот комфортность, является ощущение человека. То есть вы можете отчитаться там по количеству гранита, бетона или там еще чего-нибудь освоенных средств, по количеству высаженных деревьев, но если люди не будут адекватно оценивать эти ваши труды, то есть любить это место, гулять в нем и относиться с радостью, то комфорта не создается. То есть комфорт — это все-таки состояние субъективности, его нельзя измерить какими-то параметрами. Человеку одному нравится другое, одно другому другое, и вот эта комфортность, она, конечно, требует проникновения в то, что люди хотят. Опять же, я возвращаюсь к тому, что говорил, если выяснить, чего люди хотят, то в этом случае можно создать комфорт. Если попытаться навязать какие-то условия, то человек, скорее всего, это отринет, и вот той комфортности не будет. И получается, что комфортности нет, денег не дают, и вот пошла вот эта цепочка на разрушение, чего очень бы не хотелось. Вот если говорить о комфортности жизни в Омске, вопрос к вам как к экологу. Вот несколько дней у нас уже горит кирская свалка. Как вы считаете, какой урон этот пожар нанес экологии города, и как сейчас с экологией обстоят дела? Ну, это вопрос, на самом деле, очень серьезный. Я не знаю, почему он так как-то, как-то так скромно, ну, не то, что замалчивается, а об этом говорят, что она горит, горит, ну, как типа, как листья жгут, вот они там прогорят и перестанут. На самом деле, конечно, свалка, особенно в таком состоянии, в котором находится кировская свалка, то есть она старая уже, большая, накопилось там огромное количество отходов, они гниют, перегнивают, образуется тот самый газ метан, который горит и является источником поддержания этого горения. А сложность в чем? Опасность. То есть это реальная опасность, потому что при низкотемпературном горении, которое сейчас происходит, тление, да, вот тот пластик, та, вот та вся гадость, которую мы выбрасываем на помойку, да, она горит и выделяет очень вредные вещества. Прежде всего считается это диоксины, это вещества, которые отравляют человека и вообще запрещены во всем мире, и бензопирен, который характеризуется в Омске и так высоким уровнем, а если он будет добавляться, то это вещество, вызывающее онкологические заболевания. То есть, конечно, горящая свалка, находящаяся на таком расстоянии, это, ну, это серьезная проблема, за которой нужно следить. Что сейчас с ней делается? Ну, те данные, которые, которые есть в прессе, они показывают, что, на мой взгляд, либо чиновники или контролирующие органы хитрят, вот, либо, либо не могут, да, контролировать, потому что измеряются параметры, которые на самом деле не характеризуют опасность свалки, ну, горящей. То есть, опять же, по тем данным, которые публикуются, измеряются такие общие загрязнители, а вот те, что я назвал, диоксины и бензопирен, они не измеряются. Следовательно, мы не можем сказать, насколько эта свалка опасна для города. Первое, что надо сделать, это, конечно, провести исследование, мониторинг, и потом разрабатывать программу МИР, потому что свалка может гореть, я согласен с МЧС, она может месяцами гореть, может годами гореть. И вообще, горячая свалка – это главная проблема полигонов. Большое спасибо вам за интервью. А я напомню, мы беседовали с руководителем проекта «Город решает» Сергеем Костыревым, продолжаем выпуск. Мастер-класс по росписи деревянных игрушек, легендарная «Катюша» на двух языках, русском и узбекском, и немецкая «Полька под дождем». Так горожане отметили Международный день семьи в сквере дружбы народов. Городское пространство, кстати, на все лето превратится в территорию этно и станет местом объединения представителей десятков национальных объединений. Продолжение темы в нашем сюжете. День семьи горожане отмечают с поистине интернациональным размахом. Татарский танцевальный батл, которому, как выяснилось, даже дождь не помеха. Мастер-классы по рукоделию и легендарные русские песни в необычном исполнении. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ В российском календаре уже есть свой день семьи любви и верности, он же день Петра и Февронии, но отмечают его только православные христиане. Майский же праздник носит статус международного, поэтому его представители всех национальностей, а их на территории региона насчитывается больше ста, празднуют вместе. И в каждом национальном объединении отмечают, что несмотря на различия в традициях и менталитете, все эти народности соседствуют мирно. Знаете почему? А потому что мы все россияне. Мы одна нация, понимаете, российская нация. Народы, да, разные. Здесь и русские, и украинцы, и немцы, и казахи, и татары. Здесь очень много национальности. И мы очень рады, что мы живем все в Омске, в Омском регионе. И главное, что мы все такие дружные. Особенно символично, что именно в Международный день семьи в сквере дружбы народов дали старт очередного сезона творческого проекта «Территория этно». На протяжении лета здесь будут проходить концертные и игровые программы, фестивали национальной кухни, выставки, ярмарки и мастер-классы ремесленников. Как отметила мэр Оксана Фадина, преображение пошло скверу на пользу. Сейчас территория постепенно становится центром притяжения горожан и символом объединения людей. Действительно, город Омск – это одна очень большая, дружная, сплоченная семья, проверенная уже более чем десятки лет. 120 национальностей живут вместе, изучают особенности национальной культуры. И вот в прошлом году с членами Координационного совета мы говорили о том, что сквер дружбы народов действительно становится той территорией, территорией этно, где мы собираемся и требуются дополнительные условия комфорта. После работ по благоустройству, приуроченных 300-летию Омска, общественное пространство действительно стало комфортнее. Но одним только приведением в порядок внешнего вида в мэрии не ограничились. В конце 2018-го в сквере возвели сцену для городских праздников. Следить за ее состоянием и вообще порядком на прилегающей территории город-администрации помогает многонациональная команда омских общественников. В мэрии отмечают это даже не необходимость, а скорее добрая традиция. Итоги отопительного сезона подвели в Омской области, как сообщили на заседании регионального правительства. Предприятия жилищно-коммунального и энергетического комплекса отработали без происшествий. Стабильную работу электросетевого комплекса обеспечил филиал МРСК Сибири, Омск Энерго. Этому предшествовала большая подготовительная работа. Ремонт линий электропередачи, трансформаторных подстанций во всех районах области, модернизация электросетевых объектов и мероприятия по цифровизации. По итогам прошлого года Омск Энерго занял вторую строчку рейтинга надежности электрических сетей России. Жара помешает бизнесу. В России вводят ограничения на движение большегрузов. Если температура воздуха превысит отметку в плюс 32 градуса, водителям запретят выезжать в рейсы по российским дорогам. По мнению экспертов, такие ограничения необходимы, чтобы уберечь дорожное покрытие от высоких температур. Асфальт начинает плавиться, образуются колейности, другие дефекты, в итоге рост аварийности и вынужденный повторный ремонт. Согласно приказу Росавтодора, нововведения вступают в силу 20 мая и будут действовать до 31 августа. Чтобы не блокировать импорт и экспорт, в стране водителям предложено отправляться в рейсы ночью, когда температура воздуха будет более комфортной. Технологии будущего омские айтишники и профессионалы цифровой индустрии обсудили популярные практики и инструменты в банковской сфере и сфере айти. Одна из самых крупных в городе конференций в сфере информационных технологий, Кодер, организованная Райфайзенбанком, собрала более 250 участников. Какие тренды успели обсудить специалисты и почему бизнес нацелен вкладываться в развитие омского айти-сообщества, расскажет наш корреспондент. Десятки мастер-классов, лекций и профессиональных игр. Омские айтишники узнали больше новых трендов в сфере информационных технологий. Кроме того, участникам подсказали лайфхаки по продвижению в карьере и сокращению расходов в отпуске. Рынок развивается, от этого качество растет. И когда мы обмениваемся опытом, то все, чем мы пользуемся, становится лучше в разы. И это очень круто, когда мы можем внести такой вклад в это такое глобальное, огромное движение. Организатором масштабной площадки для айти-специалистов стал Райфайзенбанк. В Омске расположен его айти-центр. На седьмом кодере компания сделала ставку на прокачки не только своих сотрудников, но и в большей степени на внешних специалистов. В том числе в качестве спикеров выступали эксперты в области айти-сферы крупных компаний Омска, Москвы и Санкт-Петербурга. Считаем важным продолжать инвестировать в развитие городского айти-сообщества, чтобы все больше и больше талантливых людей, которые любят этот город, имели возможность жить и профессионально развиваться здесь. В этом году развитие Центра разработки и сопровождения информационных технологий – важная часть стратегии Райфайзенбанка. Организаторы кодера намерены и дальше вкладываться в развитие городского айти-сообщества. Желающим остается следить за календарем. Ближайшая школа технического администрирования, где пройдет очередное обучение специалистов, начнется в июне. Таковы главные новости на сегодня. В студии была Дарья Тюменцева. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин